Добрый день! С вами Смирнова Ирина. Продолжаем знакомиться с настройками нашей фан-странички. Итак, сегодня мы с вами будем разбираться с определенными настройками, которые видны вот после того, как мы нажмем вот здесь вот ссылочку «Редактировать страницу». Заходим вот в эту ссылку «Управление правами вашей страницы». Начинаем мы работу вот в ссылке «Ваши настройки». Первое – это уведомление по электронной почте. Здесь очень полезная возможность, которая помогает увидеть очень быстро вам все процессы, идущие на вашей странице. Это работа такая. Если что произойдет, какие-либо процессы произойдут на вашей странице, то вам будут присланы уведомления на вашу электронную почту. Это уведомление можно настроить, пройдя вот по этой ссылке. Просмотреть все настройки электронной почты для ваших страниц. Видите, вы выходите на опцию «Настройка уведомлений» и спускаетесь конкретно вот сюда, страницы. Посмотрите, когда вам должны приходить уведомления, когда вас кто-либо делает администратором какой-либо страницы. Предлагает вам какую-либо новую страницу. Еженедельное обновление страницы для администраторов. То есть здесь ваше право ставить в какие-либо чекбоксиках галочки и выбирать, что вам необходимо. Вы можете изменить настройки также для каждой отдельной страницы, кликнув по этой ссылке и выбрав, что вот для такой страницы у вас будет работать эта информация, а для какой-то не будет. Сохраняйте то, что вы сделали и переходим обратно сюда, на ту опцию, в которой мы с вами работали. Итак, уведомления на сайте. Здесь конкретно дается уведомление на сайте о том, что у вас какие-либо процессы. То есть если любите, пишут публикацию, ставят «Мне нравится», оставляют комментарий или отправляют какое-либо сообщение, то вам приходит информация прямо в ваш аккаунт. Эту информацию вы можете увидеть вот здесь. Видите, вот это вот те уведомления, которые вам присылали люди. Итак, смотрим дальше. Теперь я хотела обратить ваше внимание вот на такой вопрос. Значит, если мы выйдем сюда просмотреть страницу, то здесь у вас появится вот такая вот ссылочка наверху. Посмотрите, вы публикуете, комментируете, отмечаете понравившееся от имени страницы. И можете эти комментарии и публикации изменить на имя ваше собственное Ирина Смирнова. Вот если мы сейчас с вами будем публиковать от имени страницы, то посмотрите, что у нас с вами произойдет. Вот здесь я, например, сейчас сделаю публикацию. Ну, например, напишу «Тест». И напишу «Опубликовать». Посмотрите, как у меня прошла публикация. Видите, где она у меня отобразилась? Она у меня отобразилась в хронике, там, где идут публикации со страницы. Посмотрите, идет информация логотипом странички. А теперь, если я переменю название, имя публикации и сделаю очередную публикацию. Напишу «Тест1» и опубликую. То, как видите, у меня появляется информация от Ирины Смирновой блогу «Своими руками с нуля». В чем здесь разница? Вы, в принципе, можете, если вы продвигаете свое имя, вы можете постоянно делать публикации от имени Ирины Смирновой. Но в финале ваша страница примет эту информацию как не от вас, а от сторонних, от других. Вот и переведет ее вот на эту полосу. Чем различается публикация от имени страницы и от имени вашего профиля? Публикация отличается тем, что если вы публикуете информацию от имени страницы, то она будет отображаться в ленте новостей ваших друзей. Публикация от имени вашего профиля будет отображаться только в вашей хронике, а на ленте новостей отображаться не будет. Поэтому, когда вы продвигаете свою страницу, естественно, лучше иметь подпись от имени вашей страницы. То есть у меня в данном случае бесплатный онлайн-курс. Я поменяла, и теперь у меня вся информация будет идти вот в таком вот виде. То есть у меня будет публиковаться не мой портрет, тот, который у меня на главной моей страничке. Видите? А у меня будет публиковаться тот, от имени той страницы, которую я, собственно говоря, и продвигаю. Теперь посмотрите. Видите, я сделала практически информацию, дала от стороннего имени, не от страницы. И у меня сразу прошла в панели администрации уведомление о том, чтобы у меня пришло новое сообщение. Вот так работают общие настройки вашей странички. Переходим к настройкам прав доступа. Мы немножечко уже об этом говорили, но давайте более подробно еще раз поговорим. Первое. Вот этот чекбоксик, если вы устанавливаете здесь галочку, то ваша страничка будет недоступна для просмотра. Давайте поставим галочку и напишем «Сохранить изменения». И теперь пойдем просмотрим страницу. И видите, появляется на странице новое сообщение. Эта страница не опубликована. Узнать о неопубликованных страницах или опубликуйте эту страницу, когда будете готовы. Для чего это сделано? Очень разумная кнопочка, потому что она дает вам возможность создать страничку, прежде чем ее кто-либо увидит. Ведь в принципе у нас с вами еще стройка идет страницы. Приглашать сюда гостей или каких-то друзей совершенно бессмысленно. Поэтому пока мы не настроим страничку, естественно, лучше, чтобы в этом чекбоксе стояла галочка. Идем дальше. Возвращаемся в управление правами доступа и проходим по всем ссылочкам. Если здесь вы укажете страну, ну, например, давайте я напишу «Беларусь». «Беларусь». И если здесь у меня будет стоять кнопочка «Скрыть эту страницу от пользователей этих стран», значит, все живущие люди в Беларуси не смогут увидеть мою страницу. Ну, естественно, я этого делать не буду. Я только хочу сказать, что если я захочу, чтобы у меня только видели беларусы мою страницу, значит, я поставлю кнопочку вот в этом чекбоксе. Возрастное ограничение. С 13 лет на Facebook можно регистрироваться, поэтому здесь есть ограничение по возрасту. Значит, если вы выбираете все 13+, то это значит, абсолютно все люди могут зайти с Facebook к вам на страницу. Если же у вас тематика какая-то алкогольная или, может, какая-то запретная, видели люди моложе какого-то возраста, вы выбираете определенную ссылочку и устанавливаете ее здесь. Я выбираю, конечно, все 13+. Дальше. «Возможности публикации. Раздел». Давайте посмотрим. «Все могут делать публикации в хронике «Блог своими руками с нуля. Бесплатный онлайн-курс». Да, естественно, я оставляю здесь в чекбоксе галочку, потому что мне очень важно, чтобы шел отзыв от людей, которые заходят на мою страницу. Второй чекбоксик тоже очень интересен. Почему? Потому что этот чекбоксик позволяет делать какие-либо публикации или писать «Мне нравится», кликать по вашим фотографиям. И вот эти клики по фотографиям, они публикуются в хронике ваших друзей. Естественно, это практически получается дополнительная реклама вашей страницы. Это полезный чекбоксик, и я думаю, что вы это понимаете. «Видимость публикации». Значит, «Показать поле недавней публикации от других в верхней части. Блог своими руками». Что это такое? Это, если мы сейчас с вами выйдем на страничку, давайте я напишу «Сохранить изменения», и мы посмотрим эту страничку нашу. То вот здесь вот, вот тут вот появляется раздел «Недавние публикации от других». Вот мы с вами писали тест от Ирины Смирновой. Ирина Смирнова в данном случае это другой пользователь, отличающийся от страницы блог с нуля своими руками. Поэтому вот недавние публикации от других, они будут вот здесь вот показаны. Видите, 6 минут назад Ирина Смирнова опубликовалась, и вот здесь уже прошла эта информация. Это такая приятная такая опция. Я, во всяком случае, оставляю эту галочку здесь, в этом чекбоксе. Дальше. Видимость публикации от других пользователей по умолчанию. Значит, здесь две ссылочки. Разрешено на странице и скрыто на странице. Если вы хотите быть модератором каждой записи, которую будет сделана на вашей странице вашими фанами, то вы пишете скрыто со страницы. Если вы разрешаете сразу же публиковать на вашей стене ту информацию, которую ваши друзья будут писать, то оставляйте разрешено на странице. Я думаю, что мы люди все взрослые, пишем нормальные отзывы, поэтому я оставляю разрешено на странице. Дальше. Пользователи могут отмечать фотографии, опубликованные на блоге. Тоже оставляем чекбоксик, потому что это тоже идет практически вирусный такой маркетинг вашей страницы. Дальше. Показать кнопку сообщения на блог своими руками с нуля. Эта кнопочка полезная, потому что она дает возможность писать вам личные сообщения. Не все хотят писать сообщения конкретные и публиковать их сразу на стене, поэтому им, может быть, больше нравится написать личные вам сообщения. Поэтому мы этот чекбоксик оставляем. Черный список слов и фраз. Здесь вы можете заполнить все те слова и фразы, которые вы не хотели бы видеть на вашей стене. Тогда Facebook отправит эти письма, те письма, те публикации, в которых будут отображены эти слова, он отправит их в спам. И они не будут опубликованы на вашей страничке. Здесь есть черный список ненормативной лексики. Facebook предлагает его в трех видах. Или вы вообще отказываетесь от этого списка, или вы выбираете среднюю защиту, или высокую защиту. Как, собственно говоря, Facebook здесь работает? Он выбрал эту информацию таким образом. Были жалобы от людей, которые зарегистрированы на Facebook. И были какие-то... Вот этот список был составлен, и составлен был среднего уровня защиты и высокого уровня защиты. Я оставляю нет. Дальше. Позволить не контролировать настройки конфиденциальности новых публикаций на моей странице. Конечно, естественно, мы этот чекбоксик оставляем. Вот эта ссылочка дает нам возможность физического устранения странички. То есть, если вы сделали какие-то ошибки, или вам страничка не нравится, или она уже просто закончила свой срок существования, вы можете ее просто-напросто здесь удалить. Итак, пишем «Сохранить изменения». И заканчиваем работу вот с этими тремя позициями вашей настройки «Управление правами» и «Основная информация». Вот эти вопросы мы с вами уже решили. В следующих уроках будем продолжать работать с вот этим списком возможностей нашей страницы. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч. Продолжение следует...